Здравствуйте! Сегодня мы с вами посетим Мавзолей Мефистофеля. Это достаточно интересная и в то же время не очень интересная карта, которая черпала вдохновение из Dead Symbol из Doom 2 и можно догадаться по картинке иконы греха. Начинаем в таком вот месте, сделаем кружок, берем здесь все боеприпасы и оружие, которые здесь доступны. Не спи. И находим миниган и с помощью него будем отстреливать ревенантов. Потому что для него здесь очень много боеприпасов и едва ли он нам более понадобится. Остальные боеприпасы нам следуют не то чтобы уберечь, но относиться довольно экономно. Ну, видите почему. Вообще, у меня дожаю, если честно, здесь. Знаете, большие открытые пространства, песочные оттенки, толпы скелетов, миниган. Кто-то это мне напоминает. Интересно, что. Кажется, все. И теперь вопрос, куда идти. Вот эта дверь требует синего ключа. Ну, можно догадаться по этим факелам. Вот этот переключатель или дверь тоже требует ключа своего. Что нам делать? Ну, если мы обратим внимание вот на эти вот камешки или побыли, скалы, что-то ни было. Вот этот. Мало того, что он орет, так еще он другого света, чем остальные. И это наводит нас на мысль. Почему бы его каким-то образом не использовать? Вы думаете? Да. И заходим в этот портал. Берем ракетницу. Прыгаем вот сюда. И именно сюда. Потому что здесь есть вот такой вот столбик. Замечательный. С помощью которого мы будем укрываться от ракет-ревенантов. И нам нужно их собрать более-менее в одном месте. Гляньте вот здесь, в центре штаба. Пустить них пару сочных ракет. Они разбежались, к сожалению. Ракета нам лучше экономить. Вот именно ракеты здесь очень важны. Хотя их на уровне много, но не настолько, чтобы поливать. Поливать они все живое. С помощью этих платформы можем подняться. А, ребята живые. Ну да ладно. Возьмем супер дробовик и исправим это. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ну ничего, сейчас мы подлечимся. Так, ну и далее. Соберем здесь все, что плохо лежит. Включая эту броню. Рюкзачки с боеприпасами. Каждая ракетка важна, на самом-то деле. Так. Следующий шаг. Это убийство манкубусов, которые находятся за решетками в мозгах икон Грифа. Сразу скажу, что настоящая среди них всего лишь одна. Так, он помер? Да. Да что такое? Я трачу слишком много ракетов в пустую. Они не хотят сотрудничать. Дергаются, ходят туда-сюда. Рецел не сбивают. И, как только мы убьем анкубусов, появятся остальные враги. Он там в углах. Сейчас мы им скажем привет. Появится барона Ады. Ой. Рыцаря, да простите. Хеллайтов. И... Рахнатроны, которые займут место... ...фанкобусов. Нет. Нет. Я просто видел там... ...группу хеллайтов, но они быстро разбежались, когда я ракет не сюда достал. Они все равно будут мертвы. Они все равно будут мертвы. И так, в одном из этих углов, которые открылись, лежит красный ключ. С этой стороны не открываются эти штуки, так что пользуемся порталом. Так. Да, вот и красный ключ. Комплектом ракет. Очень здорово. Так, ну и в еще одном углу находится красная дверь. Пусть, в которой мы можем выбраться отсюда. Ненадолго. Но для начала нам нужно убить некоторых паучков. Только я понимаю, это вот этих. Да. То есть вот этого. И того, который позади меня. Тех, которые справа и слева, мы убьем немножко другим способом. Ладно, ладно, получи свою ракету. Отлично. Так, ну и все. Опять же ищем дверь. И... И как только мы выйдем до предела, откроются шкафчики следами. Я хочу взять там коробку с картечью. И они выйдут уже на улицу. И да. Опять открытое пространство. Двуствольное ружье. Кучка скелетов. Никак не могу вспомнить. Ой-ой-ой-ой. Ладно, ничего страшного. Где-то здесь есть бессерк. Здесь? Замечательно. Так, прежде чем зайдем, я хочу, наверное, проверить, сели скелеты мертвы. Да, никого не забыли. Ну и все, заходим сюда. В этот мавзолей. И... У него покажется вот это. Скажем ему привет. Отправим его... Ой-ей. Отправим его обратно в могилу. Нажимаем эту кнопку и... Открывается вот эта броня. И как только мы подойдем сюда, появятся вот эти ступеньки. И здесь... Возможно, довольно интересная фишка, которая... Характера только для Джизи Дум. Да. Она случилась. Видите, я не могу пройти. Здесь должен был с них Хелл Найт. Но он подо мной. Под полом. Видели, да? Причем у меня стоит совместимость Fricht. Как и должно быть, собственно. Ну, я нашел решение, как его убить в таких случаях. Вот таким вот образом. И причем вот эта штука случается, как я понял, только в Джизи Дум. То есть я пробовал в PR Boom Plus, я пробовал даже в официальном переиздании Bethesda несколько раз до сюда доходить и такой проблемы там не было. Но здесь она периодически случается, периодически нет. Не понимаю, из-за чего это происходит. Но в Джизи Дум такое случается. Отлично. То есть это не вина карты. Здесь появится скелет. И вот тут один из пауков. Которого мы не убили. У нас появляется уникальная возможность легально побывать в мозгу икона ГХ. Также нам нужно убить паука, который напротив нас. И далее нам нужно выпрыгнуть, чтобы опустить синей ключ. Но нас уже здесь ждут. так. И ребята Да, там звуки, но это от других Забираем синий ключ и выходим отсюда Я, блядь, здесь теряюсь на самом деле После того, как мы возьмем синий ключ, в мавзолее скривируется один из секретов, который мы возьмем позже Для начала мы откроем эту дверь Забираем мегасферу И, внимание, в Doom 2, именно на этой карте, происходит акция Два секрета по цене одного И здесь тоже Не упустите свой шанс Ну, а пока мы зайдем вот сюда Эта вот стенка Отпустись, пожалуйста Отлично Мы забираемся на саркофаг И с помощью него перепрыгиваем в это окно Открываем эту дверь и забираем бессмертие Это наш последний секрет Забрав бессмертие, мы бежим туда, где были вороны И я хочу отметить, что Моя цель 77 убийств Потом объясню, что я имею ввиду Открываем этих воронов И пускаем Эту икону Ракеты Да, она не наплакила множество ребят Так Я хочу сказать, что не стоит находиться на Желтых областях этого мозга Потому что монстры, которые тут появляются, могут вас Телефрагнуть Так Пиракеты, пожалуйста Отлично И да Убийства не все Но это специфика работы GZ Doom Которые даже потерянных душ считают как убитых Ну, как врагов Как нужно убить для 100% В отличие от классических Doom В отличие от PR Boom Plus И даже от официального переиздания Bethesda И именно на этом уровне икона греха работает по такому принципу Что она добавляет врагов к общему количеству В оригинальном Doom 2 было так же Но она там доходила Когда убивали сколько-то врагов Нужных на карте Она доходила до 100% И потом дальше шло 110, 120 и так далее В зависимости от того, сколько вы там времени проведете Ну, как воскрешение Archival, например Вот, а здесь Оно добавляет к общему количеству Как уже враги, которые Должны быть Поэтому я нацелился на 77 врагов Потому что их тут Их тут столько было изначально Ну, я, конечно, мог этот уровень пройти На указанных мной ранее В Sourceportах Но я решил просто Пройти вот здесь Чтобы показать, что GZDoom не всегда идеальное решение Особенно для того, чтобы играть в старые карты Потому что могут быть проблемы Как с тем холлайтом, например Хорошо, что у меня получилось это Снять Ну и Да, я забыл рассказать Как работает здесь Икона Греха То есть там, разумеется Голова Джона Ромарова Но она прикрыта Вот сетью с чем-то спектрами И это тот момент Когда вам именно понадобятся ракеты Потому что без ракет Вы будете их уничтожать Очень-очень долго А монстры все будут прибывать И они вас в итоге задают И Опять же Стреляют туда ракетами Вы убиваете вообще всех спектров То есть Нет никакого сомнения Что вы получите Все убийства в итоге Ну, 77 убийств есть И даже Немножко больше Поэтому Я лично посчитаю Что я Карту прошел Холостер Но если у кого-то Там возникнут Такие И не там Кто-то захочет Действительно Сто процентов Убедить На Экране У кого-то Там комплекс Перфекционизма Заиграет Вдруг То Пожалуйста По запросу Я Могу сыграть В этот уровень Даже В официальном Ререлизе Bethesda Если попросите Пожалуйста Но Добровольно Я в этот уровень Играть больше не буду Ну и Да Несмотря на то Что эта икона греха Это не последний уровень Ну Потому что Официальный порядок Он такой Хотя эти карты Были сделаны Просто для того Чтобы играть их отдельно Ну да ладно Всего вам доброго И Спасибо большое За просмотр Пока